В районе Маслихате работают три постоянные комиссии. Председателем комиссии по бюджету и экономике является депутат Надежда Шиканакова по вопросам промышленности и предпринимательству, а также аграрной политики Анвар Агаев. Вопросы образования, здравоохранения и социального обеспечения курирует комиссия под председательством Мербулата Диарова. Секретарь районного Маслихата Адрихан Куликежев проинформировал собравшихся о деятельности районного Маслихата за 2019 год. Временными комиссиями, созданными при Маслихате, ведется контроль работ, проводимых в районе. Рабочая группа из депутатов провела контроль строящихся дорог города Аксай, улица Алексеева, Бурлинская, Наурз-1, Наурз-2. По итогам контроля комиссии сделаны замечания, поведенные компании АИП, групп улица Бурлинская по качеству дорог. Были внесены предложения по их устранению. Накануне отопительного сезона комиссия в составе Манашева, Илюсину, Агаева, Диарова, Махаова посетили объекты ГКП Аксайзилхуата. Провели работу отопительных котлов, в результате чего выявили недостатки и упущения в работе данного предприятия. В заключение данной работы группы депутаты направили Акиму района для нещего принятия мер. Также депутаты посещают владельцев крестьянских хозяйств, фермеров. В декабре 2019 года проведено два совместных заседания постоянной комиссии, где были рассмотрены бюджетные заявки администраторов бюджетных программ. Депутаты поддержали предложение Акима района о районном бюджете и на декабрьской сессии Масльхат утвердили бюджет района на 2020 год в сумме 13 миллиардов 437 миллионов 0,73 тенге. Кроме того, были утверждены бюджеты города Аксай и всех сельских округов нашего района. За отчетный период бюджет района уточнялся 6 раз. Депутаты уделяют особое внимание целевому расходованию бюджетных средств и их реализации. В связи с чем, согласно бюджетному кодексу, на сессиях заслушиваются отчеты местных исполнительных органов по исполнению бюджета и дают заключение постоянных комиссий. Далее был заслушан доклад руководителя отдела культуры и развития языков о работе отдела за 2019 год и плане мероприятий на текущий год. По проекту Мадени Мура «Культурные наследия» отделом ведется обширная работа. На сегодня при районном отделе функционируют 49 культурных объектов, 2 парка, 23 дома культуры, 1 дом дружбы, 26 библиотек. Также работу проводят 10 творческих коллективов, обладающих званиями народных. В 2019 году отделом были организованы курсы казахского, английского языков. По плану мероприятий на 2020 год, посвященных юбилейным датам 1150-летию Абу-Насыра Аль-Фараби, 175-летию Абая Кунанбаева, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, руководитель отдела доложила, что мероприятия стартовали в январе. И в течение года в рамках программы «Рухани Жангру» будут реализовываться проекты, приуроченные этим датам. Данные работы были утверждены депутатами. Об этом доложил депутат районного Маслехата Кайрат Ермекбаев. В ходе заседания о социально-экономическом развитии Канайского сельского округа рассказал его Аким Еспол Бахиев. Кроме того, депутатами были обсуждены правила оказания социальной помощи, правила определения размера и порядка жилищной помощи малообеспеченным семьям и многое другое. Майя Амирова, Тимур Тульбергенов, Азамат Бабагужиев, Телестудия, Карачаганак.